В лагере имени Гагарина сейчас размещаются 90 вынужденных переселенцев из Украины. Руководителя при правительственного оперативного штаба, курирующего положение украинцев в ЦФО, заверили, с первоочередными задачами в регионе справляются. А жильем? Жильем они обеспечены. Сразу берут семьи, мне сказали, ну предел в четырех человек, например, мама, папа и двое детей. Потому что я сказала, тут и шесть есть, а их нет, нам только двое. И жильем они обеспечены. А детские сады? Детские из школы, сады будут пытаться устраивать. Самое главное, люди не жалуются на питание, не жалуются, на быт не жалуются. Это очень важно. Люди накормлены, напоены, есть какая-то культурная программа. Ну и очень хотел бы отметить, хорошо, что выездная служба занятости – это хороший пример для многих других. Я обязательно другим тоже подскажу, чтобы так занимались выездные автобусы. Теперь работа с переселенцами акцентируется на трудоустройстве и социальной адаптации тех, кто вынужденно покинул свои дома. Основная задача исполняющегося губернатора, чтобы все люди нашли работу и крышу над головой, а дети – детский садик и место в школе. Это очень важно. Это внештатная ситуация, но тем не менее, это не говорит о том, что мы с ней не справимся. Мы с ней справимся. Люди будут сыты, люди будут вылечены, люди будут обеспечены крышей над головой, люди будут обеспечены. Всем будет предложена работа, всем абсолютно без исключения. И есть тому подтверждение. То, что у нас есть на Орловщине, мы для работы. Какая работа есть, мы все ее предложим. В продолжении рабочей поездки в Болхов глава региона Вадим Потомский и полпредпрезидент Александр Беглов посетили воинское захоронение, где возложили цветы.